А сейчас о спорте. Молодежные хоккейные команды «Динамо Москва» и «СК 1946 Санкт-Петербург» встретились накануне на льду «СК Юбилейный» в Твери. Белоголубые на домашнем льду не смогли найти весомых аргументов в свою пользу в игре с армейцами северной столицы. За ходом игры следила наша съемочная группа. Репортаж с места событий. Хоккеисты «СК 1946 Санкт-Петербург» демонстрировали на Тверском льду торжество не только скоростного хоккея, но и результативного. По итогам первой 20-ти минутки в воротах белоголубых оказалось две шайбы. Два удаления в этом периоде. Немножко нас подкосили. Нужно их убрать и поувереннее быть. Там ничего такого нет. Будем также стараться дальше. Нужно переводить игру в ту зону. Больше бросков и, думаю, все получится. Второй период «Динамовцы» начали заметно активнее, добавив агрессии в атакующих действиях. Однако шайба залетела в их ворота. Петербуржцы вновь проводили гораздо больше времени в зоне соперника. При этом их визиты были достаточно продолжительны. В свою очередь, короткие контратаки позволили «Динамо» до конца игрового отрезка создать пару действительно острых моментов. Но результата это не принесло. Мы придерживаемся нашей системы хоккея, и поэтому выполняем все установки тренера, и поэтому лидируем и давим. В третьем периоде СК 1946 предсказуемо сбавил Д, предпочтя максимально надежно сыграть в обороне. За счет этого «Динамовцы» получили возможность комбинировать на половине площадки гостей, но хорошие эпизоды никак не смогли перейти в ранг голевых. Стоит отметить, что за два с половиной периода армейцы не получили ни одного удаления. Поражение со счетом 0-4 стало вторым подряд безголевым для молодежной команды «Белоголубых». 29 ноября «Динамы СК» вновь встретились на льду юбилейного. Об итогах встречи расскажем в следующих выпусках новостей.